Девчонки, всем привет! Сниму новую серию видео о своих покупках одежды, обуви, в том числе обуви для Богдана. Из покупок одежды и обуви, наверное, в мае это будет все. Больше в мае, наверное, одежды и обуви покупать не буду, либо если что-то форс-мажорное будет. Так что давайте начнем с вот таких вот сандалий для Богдана. У нас сейчас на улице хоть уже, какой сегодня, 10 мая, но на улице все равно прохладно и Богдан ходит еще в кроссовках. Но в принципе можно его уже переобувать в какую-то более легкую обувь. И я ему купила вот такие вот закрыто-открытые сандалии. То есть это не босоножки, это именно сандалии с закрытым носом. Вот таким вот, я люблю с таким носом обувь детскую, летнюю, потому что иначе забивается песок постоянно туда. И потом полные босоножки песка, хотя так тоже забивается, но не так сильно. И в общем я эти сандалии купила на обычном вещевом недорогом рынке. У меня здесь прямо под домом есть рынок на Позняках вещевой, совсем микроскопический, просто из трех рядов состоящий. Но там торгует приятная женщина, у которой я часто покупаю Богдану обуви и одежду. И в том числе я купила вот эти вот босоножки. Они из искусственной кожи. Вот так вот они выглядят. Я сейчас вам их покажу. На трех вот таких вот липучках. У Богдана толстая нога. Ну в смысле не очень худая нога. Поэтому ему такая обувь очень подходит. Вот сзади вот такой плотный задник закрытый полностью. Здесь вот такой носок закрытый. Три такие перемычки. Внутри тоже искусственная кожа. Снаружи тоже искусственная кожа. Размер у нас 26. И Богдану 3,5 года. В общем на лето купила 26 размер. Там чуть-чуть запаса есть. И меня просили девочки в комментариях писать марку одежды и обуви. В общем я даже не отрывала бирку. Это вот так называется фирма. Ну в общем да. Фирма svt.t. В общем наверное что-то наподобие свит или как-то так. Детская обувь. Вот. И внутри тоже написано svt.t. И судя по тому сколько стоит эта обувь. Стоили эти сандалии мне 185 гривен. Это еще с прошлого года коллекция. Поэтому дешевые. Вообще там новые стояли в том числе под 300 гривен. А я вот купила 100. Вот. И я не знаю. Мне кажется это производит Украина. Хотя я могу ошибаться. Но скорее всего это производитель Украина. Вот такие вот были сандалии. Завтра если будет жарко их оденем первый раз уже. И еще чтобы гулять с Богданом. Специально для этих целей. Ну либо же там выбежать пробежаться в магазин. Я себе купила вот такие вот макосины. Темно-синего цвета. Внутри вот такая вот в морской тематике стелька. В общем это обычные такие макосины. На резиновой подошве. И они полностью тряпичные. Я вам даже не могу. Я могу конечно прочитать чье это как называется фирма. Некая какая-то лайбанг или либанг или в общем что-то в этом роде. Но я честно говоря не знаю кто производитель. Может Китай, может Украина, Турция вряд ли. Исходя из цены. Потому что эти бакосины я купила вообще на раскладке обуви. Вот вся обувь там была такого типа. То есть тряпичные тапочки грубо говоря. И они у нас в Киеве расположены эти раскладки с обувью на переходах метро. И они вот во многих переходах метро. Там много-много разных моделей и цветов подобной обуви. И очень удобно. То есть большой выбор. Можно померить и выбрать именно то, что сядет четко по ноге. Вот мне четко по ноге сели вот такие темно-синие макосины. Здесь шнурки обманки. Да что ж такое. Не завязываются. Просто здесь такие резинки. И очень удобно. Они неимоверно легкие и неимоверно удобные. Стоили они 200 гривен. Вот. Так что это была тоже моя такая покупка для прогулок с ботаном. Следующая покупка это были вот такие вот джинсы. Это я купила для таких облегченных прогулок летом. Вот. Потому что они укороченные. И они рваные. Но это вообще мои первые рваные джинсы. Поэтому они рваные не по всей своей длине. Вот. И в таком положении это даже не особо сильно бросается в глаза. Но в принципе если одеть, то слегка рваные, так скажем. Я опять же никак не могу понять, кто это производитель. Хотя вы меня просили писать. Но вот то, что здесь написано. Скорее всего здесь написано что-то по типу Sky Denim. Но Denim сокращенно. Вот. Ну есть такая этикетка. Не знаю, при чем здесь Skylight. Но я знаю, что во-первых это сделано в Турции. Вот. И покупала я в магазине таком на метро Позняки. Небольшой магазинчик с женской и мужской одеждой. И разными джинсовыми вещами. Там куртки, джинсы, всякое разное. Вот. Разных абсолютно стилей. Там и ближе к классике. И всякие такие по типу там бойфренды и джинсы с матней. Ну в общем все очень разное. Я вот купила, попробовала вот такие вот джинсы. И стоили они там 765 гривен. Вообще сейчас цены на джинсы ну просто очень большой разнобой. Там начиная от 300 гривен и заканчивая вообще там, ну в том числе в этом магазине. Там были джинсы и по полторы тысячи гривен, и по 1200, и по 400. Но я как-то сразу в общем сказала, чтобы мне даже больше тысячи не показывали. Потому что ну покупать джинсы больше тысячи для прогулок с ребенком там летом как-то не особо я считала возможным. Вот. Но кстати в том магазине, ой я не знаю даже как он называется. Какой-то знаете частный бутичок, я не знаю, с женской одеждой. С турецкой. Вот. Но мне даже вот до 1000 гривен предложили померить пар наверное 5 или 6. Вот. Так что вот такие джинсы. Что мне в них еще нравится? Вся отделка ярко-зелеными нитками. Включая на манжетах от воротах, которые можно отворачивать. Поэтому так оно знаете по-летнему и весело. Вот так эти джинсы выглядят на мне. Покажу вам их издалека. Покажу вам их вблизи. Вот так вот они выглядят. На одном колене дырка, на втором слава богу нет дырок. Сзади слава богу дырок тоже нет. Обычные обтягивающие джинсы. Так что вот такие вот штаны. На первый взгляд мне кажется вполне неплохо.